Опытные разработчики всегда стремятся получать максимальную отдачу от нефтяных и газовых месторождений за счет применения новейших технологий. Сегодня жизненно необходимо пользоваться достижениями в области технологий и сервиса, позволяющими оптимизировать выполнение буровых операций и получать наибольшую отдачу от капиталовложений. Компания Spirisan активно разрабатывает эффективные методы бурения и добычи, позволяющие справляться с проблемами, которые возникают на буровой. Управляемая система роторного бурения GeoPilot позволяет теперь разрабатывать такие объекты, эксплуатация которых прежде считалась невозможными по материально-техническим и экономическим соображениям. Spirisan в сотрудничестве с Японской национальной нефтяной корпорацией разработала технологию управляемого отклонения долота при роторном бурении, которая позволяет управлять прокладкой курса скважины одновременно с вращением бурильной колонны. Эта система полностью интегрирована с датчиками коротажа в процессе бурения Spirisan. Уникальная система GeoPilot позволяет бурить более сложные наклононаправленные скважины и скважины с большим отступом от вертикали. Это объекты, разбуривание которых с помощью традиционных управляемых компоновок считались невозможными всего несколько лет назад. Система GeoPilot непрерывно передает в режиме реального времени на поверхность ценные данные в управлении траекторией скважины для инженеров, геологов, операторов наклононаправленного бурения и коротажа в процессе бурения. Эта автоматизированная система бурения предоставляет все рычаги управления, позволяет получать существенную экономию времени и средств. Технология GeoPilot позволяет выдерживать заданный угол установки отклонителя и отклонение до лота при максимально возможной скорости вращения бурильной колонны и повышенной скорости механической проходки. Это отклонение до лота при максимально возможной скорости вращения бурильной колонны и повышенной скорости механической проходки. Этого удалось достичь благодаря тому, что в отличие от управляемой компоновки традиционного типа, система GeoPilot не использует продольного усилия скольжения бурильной колонны для управления долотом. Управление с помощью скольжения бурильной колонны сопровождается значительными затяжками, которые могут ограничить возможность передачи нагрузки на долоту. Вместо этого система GeoPilot управляется за счет отклонения долота в нужном направлении в процессе вращения колонны. Если не требуется изменять направление ствола скважины, то отклонение долота выключается и бурение продолжается по прямой. Поскольку при использовании системы GeoPilot скольжение бурильной колонны не происходит, то снижается острота проблемы, традиционно связанных со скольжением бурильной колонны, например, скачкообразное движение, закручивание, прихват под действием дифференциального давления. Технология управления GeoPilot позволяет получить плавный профиль при изменении траектории скважины. Резкие искривления ствола скважины сведены к минимуму, а влияние извилистости ствола и других внутрискважинных осложнений сведены к минимуму. По сути, применение системы GeoPilot позволяет провести заканчивание скважины оптимальным образом, одновременно повысив механическую скорость проходки, увеличивая срок службы долот и сведя к минимуму износ обсадной колонны. Управляемая система GeoPilot имеет также дополнительные преимущества. Значительно улучшается очистка ствола скважины. Это происходит потому, что постоянное вращение способствует выносу выбуренной породы. В отличие от объемных гидравлических забойных двигателей, в нашей конструкции отсутствует традиционная силовая секция с эластомерами, узел который подвержен износу и воздействию окружающей среды. За счет устранения необходимости в силовой секции, в системе GeoPilot крутящий момент передается непосредственно на колонну, с поверхности на долото, увеличивая срок службы долота. Кроме того, технология GeoPilot совместима со всеми типами системы бурового раствора. Концепция управляемой системы GeoPilot носит уникальный характер. Идея заключается в использовании контролируемого отклонителя, состоящего из сального вала, расположенного между долотом и верхней частью инструмента. Выполненный из нержавеющей высокопрочной стали, вал имеет полую конструкцию для беспрепятственного прохода бурового раствора. Отсутствуют шарнирные соединения, которые могли бы выйти из строя. Компактный и прочный отклоняющий узел, размещенный внутри не вращающейся верхней части корпуса, передает контролируемое отклонение на вал через два вращающихся эксцентриковых кольца. Специально сконструированные вращающиеся уплотнения внутри корпуса не позволяют буровому раствору попадать внутрь, а смазочной жидкости вытекать наружу. Уравновешенный поршень компенсирует давление на внутреннюю часть вращающихся уплотнений. Вот как это работает. После включения насосов данные в угле установки отклонителя поступают от коротажного зонда системы коротажа в процессе бурения в дисплей на поверхности. Затем колонна ориентируется в соответствии с заданным углом установки отклонителя путем поворота бурильной трубы, пока не достигнуто заданное значение угла. После короткой паузы бурильная колонна поворачивается. Связь с эксцентриковыми кольцами сверху и снизу осуществляется с помощью двух систем привода. В результате срабатывания одного или обоих приводов кольца поворачиваются вместе или по отдельности и отводят вал в сторону по осевой линии корпуса, заставляя вал искривляться и устанавливая долото в направлении заданного угла установки отклонителя, измеряемого телеметрической системой. Секция вала, проходящая через корпус, опирается на верхний подшипник фиксированного конца, подшипник радиальной опоры и нижний плавающий подшипник. Когда эксцентриковые кольца изгибают вал, то вал изгибается между верхним подшипником, фиксированного конца, который не дает валу изгибаться выше себя, и нижним плавающим подшипником, который позволяет долото отклоняться в направлении, противоположном направлению изгиба. Наличие плавающего подшипника позволяет долото отклоняться в любом заданном направлении и свободно вращаться. Причем основная нагрузка на долото передается через корпус, что позволяет сделать вал более тонким и управляемым. Опорный стабилизатор оборудован роликами, которые соприкасаются с породой и замедляют проворачивание кожуха вместе с валом в процессе бурения. Поскольку ролики принимают на себя только небольшую часть нагрузки, осевое перемещение инструмента осуществляется без препятствий, а кожух в процессе бурения проворачивается с такой скоростью, что отклоняющий узел успевает следовать за ним. Вал изгибается по дуге и отклоняет голото в заданном направлении с заданной амплитудой. Управление выбором угла установки отклонителя осуществляется путем выключения и включения насосов. Сам отклонитель может включаться и выключаться оператором бурения по его усмотрению. Чтобы обеспечить максимальный срок службы и надежность системы GeoPilot, подшипники уплотнения и другие внутренние движущиеся детали погружены в смазочное масло. А так как оборудование работает изолировано от скважинного флюида, то проблемы в совместимости с буровым раствором практически отсутствуют. Вкладыш с наддолотным наклономером обеспечивает непрерывное изменение наклона кожуха около долота, а также угла расположения кожуха или угла плоскости отклонения кожуха по отношению к верхней части ствола скважины. Затем данные передаются в бортовой компьютер системы GeoPilot и систему датчиков, расположенных внутри кожуха непосредственно под подшипником фиксированного конца. В процессе бурения кожух будет медленно проворачиваться вправо из-за небольшого крутящего момента, который передается от вала через опорные подшипники в кожухе. Этот сдвиг вызывает перемещение плоскости отклонения долота от заданного положения. Электронный блок управления улавливает это изменение и удерживает плоскость отклонения долота в заданном положении за счет автоматического поворота эксцентриковых колец отклоняющего узла влево. Это вращение против часовой стрелки в свою очередь поворачивает плоскость отклонения долота обратно влево с помощью эксцентриковых колец. Быстро срабатывает отклоняющий узел, производя корректировку угла установки отклонителя, смещая плоскость обратно влево для того, чтобы удерживать в заданном положении и отклонитель, и угол установки отклонителя, обеспечивая идеальное управление. В дополнение к органам электронного управления, система GeoPilot имеет интерфейс для подключения датчиков к коротажа в процессе бурения. В процессе бурения с применением технологии GeoPilot система коротажа в процессе бурения с помощью излучаемых импульсов передает на поверхность информацию о наклоне долота, угле установки отклонителя и отклонителя, наряду со стандартными данными оценки параметров продуктивного пласта, получаемых от стандартных датчиков, установленных выше системы GeoPilot. Специально сконструированный компенсатор давления поддерживает с внутренней стороны вращающихся уплотнений небольшое избыточное давление. В нем имеется внутренний датчик смещения, который передает на поверхность информацию о недостаточной компенсации. Другие усовершенствованные датчики с питанием от долговечной внутренней батареи отслеживают положение долота, скорость вращения колонны и внутренние параметры оборудования. Кроме того, система GeoPilot интегрирована в системе Инсайт – сбора информации о буровом станке, что еще больше упрощает управление оборудованием. Инсайт оборудована монитором-оператором бурения с расширенными возможностями, которые позволяют следить за текущим положением угла установки отклонителя, отслеживать поведение системы GeoPilot на забой. Это позволяет максимально повысить качество прокладки траектории скважины и обеспечивает наилучшее управление в процессе бурения. В условиях постоянного роста эксплуатационных расходов и ограниченного финансирования необходимо получать максимальную отдачу от имеющихся активов, одновременно расширяя их круг. Очевидно, что управляемая система роторного бурения GeoPilot компании Spirisan является технологическим решением, которое позволит это сделать. Это самая последняя наиболее совершенная система, обладающая теми качествами, которые обеспечат успех.